ну господи благослови мы отправляемся в рулетку никого не туда далее живой от отмахнулся от нас мужик и заинтересовался нами ночью переходить наверное да ясно дело что лица лишь какие фонари всяку шри ну почему у машиня усами тут и тут живет не только добрый день заходить поздоровался отошел это место для их из как мучаются люди лежат не помню еще на увлечь так и видно вас вы повыше сделайте чтобы голова то было повыше добрый вас свет света на лице нет и не видно ничего контур куда попали дома мы православные христиане ищем своих товарищей друзей братьев быть полезными друг для друга что-то рассказать их что-то услышать спасибо ой мать моя женщина ну чё грешница испугалась как мелькает он не успел рассмотреть а уже отмахнул людей как это ничего не даст ну вы желаете встретиться с православными христианами живую ли так ну и вот как мы сейчас разговариваем может у вас какие-то вопросы есть о спасении души как жить правильно мы можем подсказать что-то у нас опыт есть мы верующие православные христиане в интернете сеть это все ну что в интернете мы можем сказать у нас ресурсы большие сайт есть и в ютубе большой канал есть у меня вопрос давайте послушаем почему я в бога не верю потому что грешник сатана человека блокирует не пускает почему я не верю почему каждой национальности свой бог знаете человек который правильно живет и знать что ему умирать он готовится к исходу из этой жизни а грешник смерти боится потому что умрет томат огонь и поэтому она ничего нету а раз ничего нету то и тормозов нету как быстро прячется проходят они же видишь что мы с бородами как раздеты друг друга рекламируют или что что снимаете что-то мы православные христиане ищем своих братьев сестер кому-то чем-то быть полезными раз раз какого барнаул галтайский край мы можем ответить на вопросы до чего человек живет как спастись кто такой христос евангелие интересно конечно для чего человек живет по вашему мнению а для того чтобы искать христа уверовать в него и после смерти получить жизнь вечную где нет ни плаща ни стона ни воздыхания а почему вот некоторые люди вот знаете живут для себя некоторые для себя как вот это потеря потеря страха божия вот бывает так человек на дороге милиционера берет взятки почему берет потому что забыл для чего он там стоит за порядком надо наблюдать и так и везде на любой работе почему олигархи грабят россию почему ее растаскивать по кускам страха божия нет ему разве надо эти миллиарды а почему мне не отдать пенсия то совсем маленькая вот нет страха божия то есть за все придется отвечать за каждое слово за мысли слова и движения потребует бог с нас так написано в святой библии поспорить с вами не могу вообще нисколько вы скорее всего права мы не спорим мы возвещаем спорит тот кто ничего не знает вот я в этой ситуации нахожусь пятьдесят шесть лет сознательно уверовал после армии и она жизнь такая другая чем у неверующих людей она полная вот у вас какие ресурсы есть в интернете свои сайт youtube mail.ru контакты facebook twitter вконтакте вконтакте сколько у вас там статей ваших в смысле записи но записи не просто записи а на большие вопросы отвечать вот вы сейчас меня спросите я скажу вот какой у меня сайт я ну здесь в интернете в ю тубе у меня 13700 роликов вообразить что такое там все есть мы строим с нуля православную деревню я начальник организатор детского лагеря без помощи государства тысячи детей подняли мы единственные во всем мире взяли за это дело не надо надеяться на правитель надо работать но мы в youtube ролик до снимаете в ю тубе вы запишите как найти запишите какой канала канал называется открытым оком запиши но открытым оком напиши открытым оком во свете библии это вы 29 тысяч до во свете библии еще дописывайте гнадий лапкин да это вы это я ого ничего себе вы там найдете там плейлисты что вас интересует все вы там найдете вот представьте 21 тысяча сел в россии погублены мы взяли участок земли с нуля восстанавливаем какие правила что человек должен доказать что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует государственная школа интернет все с нуля и государство не рубля еще на нас не вложила а представьте если все начали бы так делать сейчас мы бы россию то подняли на ноги не надо надеяться на путина у него своей работы хватает я я конечно в политике вообще не это не тут а вы слова политика знаете что такое а я говорю что я вообще там нет вы вы слушайте внимательно владимир решение сказал политика это умение управлять государством а давайте от большого к маленью умение управлять городом умение управлять домом быть хозяином семьи это политика ты может женишься а будешь подкаблучник делать что же она скажет а ты должен быть руководитель как скала чтоб 10 20 ребятишек и все были накормлены в люди вывел для бога жить а вам сколько лет я извиняюсь за 80 будет сколько 80 вы шутите нет у нас лгать нельзя но у меня еще нету 80 через полгода будет 10 июня до 79 лет и 11 месяцев почти что это как так а как так да вы мой биографию не знаете когда там зайдете посчитаете за моей спиной что там есть а политзаключен был по пяти тюрьмам прошел лагерь смерти я живой и ни одной таблетки еще не съел почему христос спасает наставляет научает а вы родились барнауле не в барнауле в селе мать тут есть тюменцевский район а там моя биография вот зайдете если в мой мир так же зарядите мой мир там у меня 22 тысячи фотографий наши не чужие окончили вконтакте везде есть конечно я вообще если вы найдете сайт называется сайт уже не youtube а сайт он называется во свете библии вы там найдете как я веду занятия в университетах как виду радиопрограммы там отвечая на 4124 вопроса во всех отделах милиции воинских частях веду занятия это бог делает так я не возраста не чувствую ничего я как молодой у меня две голубят и я каждый день ложу туда гонять голубей я смотрю вашу страницу надо же надо же интересно вы на 79 лет не выглядите ну бог его знает надо жить интересно красиво даже в бедности не роптать не завидовать да конечно это все делает бог когда мы верим в господа бога у нас воскресный день идет богослужение мы православные не сексанты какие-то православная церковь она помогла создать вот такое государство государство образующие вы смотрите писатели какие достоевского возьмите крылова все были верующие вот вам 79 лет вы наверно лучше меня вообще в интернете разбираетесь но от вас если это душа ваша подвиги потому чтобы бога искать вы зайдите когда зайдете на youtube и там только обязательно никаких аватаров ников чтобы не было прямо от какой то есть такой чтобы я тебя узнал и скажи я пришел где в скайпе сразу зайдете в скайпе и мы побеседуем я отвечу на все ваши вопросы понятно ладно я просто зашел на секунду и сразу вот что-то как первую первую кнопку нажал мне просто нужно было проверить и вы появились вот вам я желаю здоровья чтоб вас все было хорошо спасибо за диалог чтоб у вас все хорошо и вот 79 лет я вообще конечно в шоке вам не 79 вам вы молод же выглядите это да ну вы молодец вы лучше меня разбираетесь вот мне 22 вы сидите вот у вас все так это а я поехали дальше ресурсы добрый вечер смотрите народ детки блогеры ну поделимся нет по померимся померимся каждый распоряжается своей бородой так господь так господь бог сотворил человека таким сотворил он такой должен быть хорошо вот красивый да вы тоже красивый мы православные ищем наших друзей близких кто верует в бога а я веру но только для себя ну для себя нельзя быть потому что господь сказал любите ближнего мы должны видеть нуждающихся помогать стремиться на помощь ну вот я говорю то же самое своей девушке она говорит нельзя быть таким вот что разговаривали на эту тему если человек живет только для себя он называется эгоист и он погиб эгоист я это же самое сказал не люблю эгоистов ни один эгоист царство божие не войдет ну это не не судите и судить не буду и судим не буду это я к тому что это то такого такой же это придерживаясь нужно многим помогать всем кому можно да даже эгоисту нужно помогать в общем прикол он думает что самодостаточным без бога человек шага не может сделать верь в бога без бога не шагу что написано в святой библии мы должны знать евангелие и по нему поступать вы знаете в россии а если ты допустим веруешь сам но для себя и так не пойдет не пойдет не пойдет потому что человек для себя верит он в кого он верит он должен молиться молиться не одному надо с кем-то просить ты все равно с кем-то будешь написано мы должны быть во свете как он во свете иметь общение друг с другом и кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха первое послание и она первая глава 7 стих ну а к чему тогда это сказано а ведь на виду что ну вот это кровь иисуса христа очищает нас от всякого греха он умер до нашей грехи христос умер и вот допустим и как непонятно хорошо преступник он убийца явный преступник нет но он сам себя переступает и он нет он не переступил себя он он прибиты христос прибиты к кресту и рядом два разбойника стоять с другой стороны и они сначала оба насмехались над ним прибиты а тогда один говорит господи помяни меня в царстве твоем и господь говорит ныне же будешь со мной в раю сложно это мне наверное еще расти надо извините пожалуйста да нет вы зачем галстук носите вот можете ответить на вопрос ну это масонский знак знак рабства масонский да это плохо очень плохо надо крест носить на себе а не эту удавку как собаку привязывать за нее а это на работе допустим депутаты то же самое делали это все это неважно это придумали раньше была цепь рабов привозили а сегодня галстук аксессуар 21 века это не греет это не является каким-то необходимым предметом нет а чтобы видели что свои а заметь вот как только галстук снимают он должен верхнюю пуговку расстегнуть это устав масонов всех одинаково если у него костюм а на костюме у него пять пуговиц то нижняя должна быть расстегнута и вот посмотрите когда бывают правители какие то у всех одинаково если галстук сняли вы обязательно должны расстегнуть пуговицу такой закон у них я по Америке ездил и там заглядывал в этот масонский храм о это страшно если честно у нас очень большой видеоканал вы можете зайти к нам у меня там 13700 роликов надо как называется называется открытым оком во свете библии запишите потом можете меня найти открытым оком оком глазом открытым оком во свете библии Игнатий Лапкин все сразу найдете а потом можем ладно спасибо храни вас Господь добра вам мира это знаете честно добра вам мира и вам желаем добра и мира со Христом примириться со Христом да я согласен чтобы душа не погибла не 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 гибнет все нормально без Бога спасения нет где возле стеклянного шкафчик есть справа нашел бать это как еще еще испугалась грешница вы спросите как душу спасти мы вам поможем расскажем расскажите как душу спасти мы мусульмане надо веровать в Господа нашего Иисуса Христа и ходить в церковь и жить по Евангелию извините извините я не сниму нет я верую в Аллаха я нас снимаю на сайт о привет добрый день вы откуда такие дядьки красивые Барнаул Алтайский край Российская Федерация а вы где такие находитесь что-то непонятно как у вас нары какие-то там что-то город Барнаул это столица Алтайского края говорят нары какие-то у вас палате а это так мы мало пространства чтобы было где спать а вы где такие блин погончики что ли нет это квартира нормальная как у вас что так много там живет ну если у меня 12 квадратных метров было комната у меня 11 человек могли спать и на полу никто не ложился ух ты серьезно отец надо жить красиво и в бедности не на Путина уповать а на уповать на Бога господи спаси и помилуй нас на себя а вы что какие-то староверы что ли мы православные христиане ну это староверы или как ну староверы что это староверы то ну называй староверы это православная вера она от апостольских времен идет серьезно очень даже у нас большие ресурсы в ютубе если хотите зайдите не я не хочу я у себя здесь потихонечку так это не спеша ну потихонечку рано или поздно каждый день это ближе к на Алтайский край так слушай у вас богатый ведь край бай да на Алтайский край богатый у вас край очень богатый это рыбы много всего много здесь это жительца Сибири да вообще слушай здорово здорово а рыбу рыбачите да рыбачим звери бьете вот мы взяли землю и с нуля начали восстанавливать православное поселение все верующие все христиане 27 лет и государство нам ни рубля не дало мы сами своими руками все делаем с этим государством даже разговаривать не так 21 тысяча брошенных сел начинайте восстанавливать то что смотреть на разруху то да никто ничего не дает а и ждать не надо а вот когда темно что это нет наверное человека никакого там видишь как он передвигается Много мусульман каждый второй видно мусульманин причина какая в этом и много раздетых женщин и мужчины ясно направление какое испугались грешних а тут смотри там когда я говорил переключите это то ли картинка только или еще почему туманная такая видишь разные временные полюса мы православные христиане ищем своих близких которые веруют что помочь чем-то им ответить на вопросы как душу спасать я конечно это в церковь не хожу но я считаю что у человека должен быть храм в душе в душе я тоже ну как православный да но я не фанатея ну от этого дела но Бог Бог и вера она должна быть внутри если человек грамотен он то он верит в себя ну как бы я не хожу в церкви но ну раз не ходишь в церкви значит ты и не церковный человек а без церкви спасения нету спасение только в церкви Бог создал церковь создал церковь создал церковь епископы священники а где ты причащать себя будешь а без этого не спасешь это одно другому не мешает да конечно возможно возможно я еще пока не пришел к этому что мне надо ну вот до этого мы с вами встретились наверное чтобы вы услышали пришли считали евангелие пока не мне ну как бы у меня очень напряженный рабочий график знаете 29 глава первый стих Премудрого Соломона написано не хвались завтрашним днем ибо не знаешь что он родит тебе ты может до завтрашнего дня не доживешь и душа в ад пойдет да да надо христа принять спасителем что он умер за нас жить со христом блин спасибо большое ну а у нас у нас спасибо не говорят у нас говорят спаси христос спаси да 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 спаси христос да вот храм у меня в душе вот батюшка да вы батюшка да я так понимаю ну я мирянин у меня брат священник я по крайней мере я всегда ну человек верует хочет я всегда к нему отношусь с уважением как бы никогда не нахомлю не нагрублю церковному человеку я считаю это некрасиво и уважение должно быть друг другу если бы люди друг друга уважали и ценили был бы мир прекрасен правда без бога ко всем своим коллегам в работе я всегда радушен и милосерден но люди некоторые это не ценят не ценят что к ним я всегда отношусь с уважением ну как вы знаете евангелие от я она написала 15 5 господь говорит без меня не можете делать ничего человеку кажется я хороший я никого не обижаю а внутри у него там же и матерится и пьет и курит все что у него все что губит его без креста человек он заброшенный как непривязанная собака да возможно в чем ты и правы но я не курю молодец и как бы и веду себя прилично но как вы надеете вот вы ложатся ложиться спать сейчас вы будете молиться на ночь чтобы господь сохранил вас про себя может да нет есть молитвы специальные да я вот вам если свою биографию буду рассказывать вы даже не поверите я на моих глазах людей убивают а я стою и меня никто не трогает да но это видать вы это самое как сказать сын божий может поэтому ну я верую верую в бога меня власти преследовали сильно я политзаключенный был по тюрьмам шел я вышел живой а на моих глазах скольких убили никто не вернулся а кто вернулся уже умерли а мне вот через шесть месяцев будет уже восемьдесят лет ну я к вам уважительно отношусь вы молодцы вы как бы достигли своей цели ну главное что ну у каждого своя судьба наверное судьбы нету это обман да это выдумка Иоанн Златоус говорит Бог дал человеку возможность придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас научитесь меня возьмите иго моё оно благо и бремя моё лёгко со Христом всё можно достичь а вы где живёте в Барнаула тайский край вот это вот прекрасно а у вас что ну свой дом или свой ну да на свой дом я когда освободился был реабилитирован а у меня очень много изъяли государство мне задолжало одиннадцать миллиардов по тем деньгам почему я создал самую крупную в мире фанатеку книги насчитывал и распространял архипелаг гулаг первой стране а отдавать нечем было и мне два дома здесь отдали в погашение долга ну да хорошо ну кстати я с Томской области так это совсем рядом ну у меня там племянники живут сестра а где прям в Томске да внутри Томска племянник работает там в этом исследовательском институте а как деревня называется деревня наша который мы летом там живем потеряевка мы с нуля начали восстанавливать деревню молодцы молодцы своими силами люди трудятся трудятся во благо да мы своими руками даже все делать хлеб добывать и что было из чего уделять нуждающимся жить не для себя согласен я тоже живу всем я стараюсь жить всем настоящим то есть здоровая пища здоровое питание это нормальная нормальный путь да а вы зачем бороду бреете бороду зачем бреете да зачем бог сотворил некрасивая как красиво вы на женщину похожи надо быть на мужчину похожи борода это власть над женщиной ты подкаблучником не будешь хорошо я приму к этому к сведям когда-нибудь я ее точно отращу вы зайдите на наш youtube открытым оком во свете библии зарядите открытым оком во свете библии вы там найдете это мой ресурс 13700 роликов у меня обалдеть обалдеть но записать надо запишите открытым оком глазом открытым оком во свете библии подождите вы не пожалеете если придете там сокровище согласен но сейчас подождите я вас давай я подожду давайте вот это вот табличка мешается вот это мешает а как ее убрать не знаю а надавить нельзя на нее ну да нельзя пожалуйста что быстро перед глазами ну ничего все равно видать а у вас на экране табличка пожаловаться есть она мешает закрывает вас открытым оком видео это канал видео канал открытым оком во свете библии это видео канал во свете библии игнатий лапкин еще слова добавьте чтобы вам не промахнуться открытым оком да во свете библии игнатий лапкин вы если зарядите сайт и выйдете на сайт на сайте на сайте там 38 моих книг можете считать там о боге рассказано как правильно веровать как жить правильно игнатий лапкин 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 и если зарядите форум под этим же за словами открытым оком зайдете на форум то 1600 тем у меня открыто обалдеть но и вы наносите уже все если вы зайдете в мой мир тоже игнатий лапкин зарядить там у меня 22 тысячи фотографий наших лапкин или лапа 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 лапкин уменьшительная все жизнь вы посвятили этому с 23 года 23 года мне было из армии вернулся и я был на корабле работал учился в училище мореходном и в это время уверовал подождите я свет ушла табличка это ох игнатий очень приятно конечно с вами познакомиться я вижу что такой человек этот самый актуальный а вот знаете у нас сегодня печальный день наш близкий человек умер он 17 лет был парализованный Сергей Козлов если вы зарядите где-то выйдите не он 17 лет лежал совершенно все и он в интернете иконописом был у него 405 только с ним бесед роликов человек с богом а без бога он куда он никуда бы лежал гнил и все но а его весь мир знает вот сегодня его хоронят в Воронеже ну я сожалею конечно но боженька видите всех лучших к себе да он сильно много страдал Сергей мы верим что Христос умер за нас мы омыты крови его святое и поэтому сатана не смеет к нам приближаться он пытается строить какие-то козни но мы крестимся говорим избави господи нас отрекаясь от сатаны всех дела его всей гордыни его всех ангелов его вот на улицу выходишь не бойся перекрестись и скажи отрекаясь сатаны и всех дел его всей гордыни его да и все и ты не бойся иди перекрестил впереди себя и сатана рухнет да ты не под машину никуда не полезешь ты будешь бодрый хорошо но у меня правда бывали такие ситуации что рядом рядом опасность проходила ну я знаю бывает я как бы ну работаю водителем вот на газели вот я вот намотал вот я в город ездил 250 тысяч проехал на газели а вообще если уже собрать сколько я на машинах наездил миллион километров точно и вот постоянно многие ситуации прям и где-то может я поступал неправильно но блин а вот мы когда решили поехать в миссионерскую поездку мы купили газель газель на семь человек она а ехать надо в шоферы два мы я в каждую библиотеку 650 городов подарил свои книги по 38 книг по стоимости мы подарили где-то на 35 миллионов бесплатно бесплатно мои книги находятся в москве в библиотеке леяна парламентской исторической там все о боге говорится как душу спасать как жить а вот допустим если я буду путешествовать да да могу к вам в гости приехать знаете вот так вот побыть душой так сказать нет мы должны хорошо познакомиться да потому что ну посторонний человек это для нас всегда вопрос да какая у него цель что мы знакомимся да к нам приезжают люди отовсюду из других государств приезжает крещение принимает из германии из франции с америки у нас очень большие связи мне вот иногда я знаете вот работаю работаю как черт да вот на работе целыми днями там пропадаешь а иногда бывают у меня такие моменты ну приходят хочется приехать в такое место и ну как бы телефон отключить забыть про все и отдохнуть именно душой и телом вот как то так ну просто ну мне кажется это классно когда ты у меня есть вот допустим ну вера вера николаевна но она живет там в новосибирской области там поселок там сузум знаете да соседи наши ну соседи да они кстати рядом живут поселок мереть знаете да конечно вот она живет в мерете и вот у нее такой домик рубленый это дом моего деда и мы его когда то продали вот и продали хорошему человеку да и вот у нее там дома и порядок святые там ну хорошим людям отдали и вот она тоже в бога верует то есть ну она тоже там в одноклассниках и тоже очень много лет уже также приближительно как вам вот я вот не захожу знаете мне хочется приехать так и на недельку остаться и забыть о всех проблемах и ходить чисто питаться здоровой пищей прям и отдохнуть прям а я вот не люблю это слово американская проблема его заменять надо нерешенный вопрос ну хорошо а то проблем проблем все свои нерешенные вопросы вот и от них избавиться это было да год то проходит копится все эти невзгоды неприятности как бы все это же все равно через себя а важно ваша душа вам не подсказывает что вы сотворенные богом и вы слабый человек немощный и надо искать защиту и бог говорит придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас такой его голос даже карл маркс написал сочинение на выпускном экзамене на евангелие от я на 15 глава 5 стих он виноградные 10 виноградные ветви я говорю лоза вы ветви как ягодки друг другу так мы должны быть вместе вы очень грамотный человек я конечно со всем уважением к вам но отношу что вы ну ну хорошо знаете заходите на наши ресурсы и когда у вас будет желание встретиться по скайпу у меня найдите под моей фамилией но только никаких ников аватаров чтоб там не было а каких ников аватаров ну на чужое имя подставляет какую-то картинку какую-то ник аватар называется а что была ваша фотография ваша личная а ну все понятно ну и мы тогда побеседуем и все ну хорошо давайте расставаться а то вам это нет на самом деле приятно с вами очень было побеседовать вы люди вы люди счастливые я вижу да я я пока не счастливый не счастливый вот вроде бы все есть да все есть но счастье счастье в простых в элементарных вещах и я как бы к этому прихожу в мир душе наступает только когда вы уверуете во Христа да да вот я 26 лет обратился до этого я тоже жил безбожной жизнью что только не было но когда я уверовал покаялся перед Богом осознанно встал на колени воззвал что Господи помоги мне прости мои грехи и Господь после этого как бы какой-то камень с меня с души снял и все я после этого пошел следовать за Христом то есть другим начал рассказывать о Боге конечно многие друзья сразу отвернулись потому что им это не надо будет а в душе я всегда искал Бога вот у вас должен быть такое вот у меня тоже была тоска внутренняя ужасная вплоть до того что были мысли о самоубийстве то есть сатана добивался чтоб я душу свою погубил но Христос это видел Господь и меня привел к истине то есть мне нашлись люди которые показали Евангелие я в руки взял Библию и понял вот что я ищу начал читать и через это обратился ко Христу а кем до этого работали? моя любимая работа это колка дров это очень шикарно я этим зарабатывал очень часто а вообще надо разные специальности приобретать чтоб людям ну чтоб можно было помочь там бабушкам особенно пенсионерам также вот дрова поколоть забор построить этот пол поменять в доме ну то есть на все руки надо быть мастером ну вот верите нет я вот сижу но мы вот сейчас вот в доме да я его сам построил сам сам дом построил? ну молодец ну то есть у меня гараж свой баня своя сарай я живу на земле я не городской житель я живу как бы село Парабель Томской области у меня рядом кедры рядом котлова ну как бы озеро я могу выйти за забор грибы собирать шишки ягоды я живу в сельской местности у меня везде ход свой я люблю как бы активный образ жизни на пикнике ездить на рыбалку ну как бы все говорят вот город 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 классно в городе люди несчастные смотрю на них они там живут в этих скворечниках это они мне кажется там погибают потому что нормальный мужик нормальный мужик я считаю живет на земле и живет всем своим вот я живу на земле у меня все свое свой как бы как никак пускай будет огород там кусты малина там баня ну короче все свое должно быть вот настоящий мужик он работяга вот я уважаю таких людей которые не живут в этих квартирах там там не зарабатывают эти копейки коммунальные услуги там платят что-то там кого-то картошку покупает надо всем жить своим вот она самое это знаете Глеб стерлигов знаете вот еще бы вот я вот уважаю его ну как бы мне нравится его концепция жизни живет на земле здоровая пища здоровое питание как бы там ездит на коне верхом там ну такой он же бросил все да там он же был банкиром и уехал в село жить правильно вот ну это мне кажется это нормально вообще мечтаю когда нибудь можешь когда я отработаю коней завести и есть на коне это очень класс прям манит так ну что давайте прощаться если у вас будет желание вы тогда придете хорошо ознакомьтесь с нашими ресурсами всего хорошего с богом всего доброго до свидания с богом добрый вечер добрый вечер мы православные христиане да и желаем услышать у людей желание есть нет у них больше о боге узнать как душу спасти мы можем ответить на вопросы как говорится слинял сразу здравствуйте 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 а че на камеру снимаете у вас стрим? мы православные христиане ищем своих соратников рассказать о боге как душу спасти не погубить ее чтобы люди веровали мы грешные ну грешный Христос и пришел спасать грешников спасаете вы можете зайти на наш видеоканал у нас там богатые ресурсы и камера еще живая слава Христу христос да христос да это 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 они 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 вы блогеры? а это вы блогеры? да мы христиане православные можем ответить на ваши вопросы как душу спасти а это а это не вас пусть говорят показывали ну передача такая да наши там бывают даже парализованный там был не там была сестра его а как заговорить геморрой? вы хотите узнать больше? я скажу наш видеоканал как называется нет я хочу чтобы ты мне сказал как заговорить геморрой спрашиваю как заговорить геморрой заговорить у вас от чего тяжести таскали от беременности от беременности но надо как-то беречься это за прямо хождение человек платит такую дань надо просто осторожно себя вести не поднимать лишние тяжести вы объясните что заговорить это дело заговорить так никаких нету заговоров нету а как лечить а я как отличить вот у нас святая вода из церкви освещать вам это не дано это только мужчине дано бороду отрастить мы проехали от владивостока до лиссабона миссионерская поездка и везде пили сырую воду и никто не заболел святые святая вода должна быть добавлена везде святую воду пить вырастет борода ну она без воды вырастет так у вас вопросов нету ну ладно всего хорошего с богом спаси христос проявляется он тамальный как на нашем аппарате надо же придумали какую а что замерло это видимо рисунок там или что еще даже не рассмотрел еще не интересуется еще пресытившиеся как он даже выйдет что мужчины и не интересуется мы должны вызвать интересы заговорить очень часто лицо не показывает зарубать добрый вечер добрый вечер как у вас ничего мы православные христиане ищем своих сам соратников чтобы вам от помощь вашему дому спаси христос может какие-то вопросы есть у человека не живем батька спасибо тебе спасибо так живем потихонечку вот мы восстанавливаем деревню с нуля а в россии двадцать на тысячи деревень погублено в деревне то лучше жить чем в городе я же деревне живу батька при нас теплой печка все свое а я печеньком 40 лет проработал понятно хорошо нормально мы работаем каждый день мы молимся поклонение богу совершаем евангелие считаем господь нам христос рассказывает как правильно нам жить как богу служить надо надо будет правильно ты в этом да я чуть-чуть болею батя а что у вас не 11 11 раз вот посмотрите 11 раз уже операцию делают девяностерсная кишка у меня до попадает гнет ну вы самое простое лекарство но очень важно в церкви взять святой воды смачивайте все и выпивайте у нас была миссионерская поездка мы проехали от владивостока до лиссабона из скандинавии прибалтику захватили везде пили сырую воду и никто не заболел святая вода добавляли помаленьку скажу батька скажу возьму я согласен обязательно скажи господи иисусе христе помоги мне вам сколько лет мне 40 лет ну 40 лет в два раза моложе меня как раз в два раза конечно но вам еще горит и жить дожить вы просто в жизни измените у курите а вот это плохо где их курение и лечение несовместимы 12 12 лет жизни курева отнимает вам зачем это выбросит у пакость и анкара штатский говорит уста курящего это демонская кадильница а сбо самому не бросить если скажи господи я безвольный человек не могу помоги мне иисус христос помоги ты за меня умер господи я твое достояние спаси меня еще все так рано умирать а вы сами себя обрекли на это дело еще поди выпиваете иногда не батя я не пишу молодец ну вот так уже наша встреча не напрасная будет вы обязательно в храм пойдите помолитесь возьмите святой воды да если веруете в господа на исповедь сходите веру ну вот так где живете то я карелия петрозаводске карелия у нас оттуда знакомым и барнаула тайский край понятно у вас там озер много да у нас охота рыба у нас есть друзья петрозаводске у вас духовных вопросов нету как душу спасти даже не задаете да а я в 23 года задал этот вопрос после армии уверовал и вот пятьдесят шесть лет иду этим путем мог помощь твоему семью войны хрисос у нас большие ресурсы есть видеоканал можете записать открытым оком во свете библии открытым оком во свете библии там 13700 роликов наших ладно батья бог помощь вашему дому храни вас господь и дай бог здоровья сего сила батья поближе главное наклонился они ни с кем не за разговаривать так с кем он будет разговаривать они все же половина раздетая ясно что рекламирует надоедает тут и спят и матерятся балдеет как говорят а чё еще и нету это уже ничего с таким не заговоришь он как вот уже двум мы засвидетельствовали те же самые были сейчас опять вот хорошо она растет сама так господь установил человеку а вы его усы не брейте у вас будет нормальная борода в мусульмане наверно ну вот мы верим богом и православные христиане у нас очень хорошие отношения с мусульманами христос умер за наши грехи чтобы мы жили для праведности даже маленький этот раздет они не знают зачем зашли те леса головы нету без головы фотографируется показать тело и вот так как мы натолкнулись на мужика в деревне живет он лишь какой самостоятельный но слышно на рукой еще решит этого там нет человека решили узнать что тут вечером добрый вечер добрый вечер мы православные христиане ищем своих соратников поделиться опытом как спасать душу как жить по евангелию вот сколько там мы православные христиане ищем своих братьев сестер чтобы побеседовать мы православные ругается что-ли материться на вас не видно ничего темно лишь один лоб только он не может знать что не видно один глаз то есть близких отношений нигде не устанавливает пожалуйста мы же не один раз такое видим несерьезно представь какая у нас картина или что мы видим снищение эту ну еще это много время тратится на это надо вырезать это все как плохо без бога быть ищем занимается такое придумали можно увидеть вы не знает ночью тело сколько сейчас за это ничего не платить если сразу не проявляется если сразу не проявляется это же мусульмане тоже наверное да проявляется и сразу исчез и сейчас почему сам же он убрал себя но я самому не покажет Мы, православные христиане, ищем своих соратников. Может, кому-то нужно ответить на вопросы духовного содержания. Твою мать, Бога нет, не было никогда. Это случайные попутчики, даже так в вагоне, и то чаще бывает. Вот представь, сколько это, это все вырезать надо ненужное. Так не пойдет. Вот одинокий человек, он все посмотрит. Мы, православные христиане, ищем своих соратников. Рассказать о Боге, о вечности, как душу спасать. О, мне этого и мимо. Не надо? Со мной точно не помогут. Написано, от моря до моря будут ходить, искать. Пророк Амос говорит, 5 глава, 11 стих. Вы знаете, наверное, каждый сам по-своему приходит к Богу. Кто-то через Библию, кто-то через дела. Германии, простите, читали? Нарциссы Гальдемонт. Что? Повторите это. У него плохо, плохо слышно. Германии, спрашиваю, читали ли вы? Гесса? Гесса. Гесса, читали ли вы? Нет. Какое? Горького? Нет, Гесса, Гесса. Гесса. Герман Гесса. Герман Гесса. Нет, я этого не знаю. Как вариант, я предлагаю вам прочесть его книгу, называется «Нарцисс и Гольдмуд». Как раз-таки о Боге. Очень интересно. Ну, о Боге самое правильное в Евангелии написано. А это все книги не пересчитать, если он не верующий человек совсем. У нас патрология 300 томов. Святые отцы что сказали? Иван Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Так что тебе уже другим-то не будешь заниматься. Это просто человек, может быть, умный, делится опытом. Вот так Хемингуэй отчитал, Драйзера считал. Да разве все пересчитаешь? Здесь, ну давайте тогда я в двух словах, чтобы понимание было. Каждый по-своему приходит к Богу. Кто-то через книги, кто-то через познание, кто-то через труд. Если вы правы, если читать все книги, то, наверное, в итоге не факт, что ты придешь к Богу. Станешь умным, ты знаешь, станешь начитанным. Но придешь к Богу. Вот это вопрос. Но без Голгофа путь закончится ничем. На Голгофе умер Христос за нас. Он умер, грехи наши искупил. В этом все. Неверующий в Сына Божий не увидит в жизни. 3.36 Евангелие от Иоанна. Но гнев Божий пребывает на нем. А Диане 4.12 говорит, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Нету. Это догматы. Понимаете, пока сам вот здесь к этому не придешь. Смысл. Вот смысл читать все это, пока не придешь сам к этому. Правильно. Правильно. Я в 23 года пришел сознательно, искал. Веровал после армии. И попал в руки Евангелия. Я в первый же день покаялся. А что? Вы знаете, а вот я читал, но в итоге ушел в другую сторону. Я считаю, что не то. Всего доброго. Когда человек умрет, Господь говорит, всем предсадит на суд Божий. Не выдержит. Видишь, который быстро проходит, видимо, вещь. Он же не знает, что раз его не видно лицо. Вау. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем разговариваете? Что вам интересно? О Боге, о Боге. Мы православные христиане. Рассказать, как Христос умер за нас. Понял вас. Как душу спасти. Понял. Я понимаю, нет успехов вам. Я, к сожалению, не из ваших. Доброго вам успехов. А когда умрем, то там спросится. Ну, хоть не заругался, и то хорошо. Видишь, как сами себя прячут. С Богом. Мы верующие, христиане, православные. Головой трясет. Видишь, какие маски надевает. То другое, чтобы пакости делать, его не узнали. О, дядя. Салмалейку. Добрый вечер. Как оно? Во славу Божию. Да не делай так, дядя. А это знамение на сатану, чтобы он боялся. Ты что снимаешь меня? За нас Христос умер. Ты что снимаешь меня? Дядя. Он был? Да, был. Так их немного, кажется, повторно идет. Гланька, глаза воняет. Сразу заиграли. Хорошая девушка. Мы на одних и тех же натыкаемся. Это значит, где-то в этом районе. Так нет, от Петрозаводска далекая. Это по всей России. Да хочу, а как они могли одни и те же быть-то? Ну, ебаня. О, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы верующие ищем своих соратников. Христиане. Я знаю мусульмане. Мне кажется, так не надо говорить. Как? Просто предлагать поговорить о Боге и все. А то вы говорите о соратинах, значит православных. А они не православные сразу раз уходят от общения. Ну и все. Ассаламу алейкум. Слава Иисусу Христу. Лицо покажите свое. Видишь, как прячется. Он тоже, видишь, как тень делает, чтобы его не видно было. Это заранее составляет. Видите, это же выкидывать в систему, а от них-то не зависит. А то систему выкидывать, мы попадаем на одних и тоже некоторые. Ну что он посередке, нас хоть как выкинет, мы все равно посередке сидим. Ну да, да. Ну это-то я знаю, да. А это-то я про это говорю. Ну еще вот показывать, тряпки какие-то. Даже не заинтересуется. Правильно, двоим надо садиться, это легче. Нет, не могу сделать. Такая девчонка сидит, она уже ищет. Исплющим здорово. Он думает, а что он делает, по-настоящему верующего-то трудно найти. Верующий, что он тут будет делать-то? У него предложить ничего не может, у него ничего нет. Все здесь вот. Видишь? Верхушка шапки, больше ничего нет. Вот сколько есть, смотри. Десятки картинок и ничего нет. Он не видит, что его не видать. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы пожелаете поговорить, как спасти душу, о Боге, о вечности? Мы христиане. Я тоже христиан. Какие-то вопросы, может быть, у вас будут? У нас большие ресурсы, вы можете прийти на наш видеоканал. Запишите его название. А зачем вы здесь этим занимаетесь? Еще здесь? Да. Ну, первый день. Я хочу узнать, чем занимаются. Так-то я не бывал здесь. Но вот у нас брат занимался этим, мы его сегодня хоронят. Он парализованный был. Я проверить. Может быть, я то, что он делал, тоже буду делать? Встречаюсь с людьми, рассказать о Боге. Плохие люди. Он говорит, здесь плохие люди. Ну, и не все одинаково это. Я уже сегодня увидел разное. Некоторые желают услышать о Боге, поговорили. Кто-то Евангелие читает. Я читал. И Библию читал. Ну, другого пути нет. Христос говорит, я есть им путь истины и жизни. Ну, я поэтому и замечаю. Мы верующие в Бога. С Богом хорошо жить. А где Христос, там смерти нет. Там только переход. Наслаждение. Да. Вы можете зарядить открытым оком во свете Библии на наш видеоканал зайти. Там 13700 роликов наших. Очень богатые ресурсы. Сайт есть под этим названием. Открытым оком во свете Библии. Посмотрю похоже. Да, посмотрите. А потом... Ну, раз прячется, что это означает? Еще путного не дождешься здесь. Видишь? Одинаково. Старой, дядя. А, добрый день? Добрый день. У тебя очень хороший борода. Ну, так Господь сделал. Да. Так Бог сделал, чтобы мужчина имел бороду нетронутую. Не подбревал там усы и чего. Хорошо, братан, дядя. Да. Да. Это значит, что ты не подкаблучник будешь. У тебя же надо будет подчинение, когда борода твоя. Ну, сейчас у меня жены нет. Ну, все равно. Вот бороду-то не трогайте, усы не трогайте. Вы будете нормальный образ иметь. Так ходил Христос. Всегда были так апостолы, пророки. Угу. Я, братан, таджик из таджикства. Он говорит, я таджик. Таджик? Ну, что ж. Таджики есть христиане. Во всех народах есть ученики Христова. Верят, что Христос умер за наши грехи. По Писанию. Я не слышал сейчас, что вы, блядь, таджики-христиане. Везде есть. И арабы, и йеменцы, и где только нет. Везде есть православные церкви. Честно, я сейчас не уверен. Ну, просто вы не знаете. Не знаете. Мы отъездили по всему миру. Мы миссионеры. У меня 38 книг вышло из печати. Я во всей библиотеке дарил. И мы встречали и мусульмане, и везде есть, и христиане везде есть. Да. Привет, девушки. Тогда удачи. Всего хорошего. Спаси Христос. Ну, и что, заканчивать надо? Ну, да, давайте. Сейчас еще одного найдем. Видишь? Уже без 20-ти 12. Да ты что? Да. О-о-о-о. Он не видит нас. Куда-то в сторону уволокся. Видишь, сколько всего? Видишь, какие они. Все, он волосы поднял, но другому скажет что-то. А другой прямо показывает причинное место. У него ничего больше нет. Локоть один, видать. Здесь всякое доносо. Это же не случайно так. Ну, это мальчик совсем. Без родителей нельзя с ним разговаривать. Я здесь все взял. Хороший раз. Все. Все. Свою бороду-то сбрил, А не брейся, и будет нормальная борода. Нормально. Да. Как дела? Да мы верующие, христиане. Поэтому, какие вопросы есть, людям ответить. Может, некоторые нуждаются в этом. Как душу спасти? Что интересно? Что? Повторите еще раз. Что интересно? Что интересно? Интересно? А как душу спасти? Как правильно прожить эту жизнь? Чтобы после смерти быть со Христом в раю, А не в аду гореть с грешниками. Будет человеком навсегда. Будет человеком навсегда. Человек смертен. А но Господь Христос умер за нас, Искупил кровью Своею. Он взял грехи людей и умер. Знаю, знаю. Знаю, знаю. Ну, вот так. Вам должны быть остаться. Человеком должны быть остаться. Человеком должны быть остаться. Человеком должны остаться. Ну, правильно, человек. Человек означает чело, лоб. Это чело. Направлено в вечность. Чело век. Он должен думать о вечности. Чело в это лоб. Чело век. Правильно. Правильно. Да. Я в Грузии. Он говорит, я в Грузии живу. в грузии у меня в тбилиси крестик мой есть верующий священник в тбилиси вы можете там прийти в православную церковь и найти его называется на ум отец на ум он и он построил новый храм большой там я сейчас не знаю как назвать его храм как как-то называется но можно спросить какой недавно храм построены в этом году в прошлом году отец на ум борщуков фамилия это мой мой крестик крестик мой так грузия это получила веру от нины просветительности грузии не на вот так у русских-то отнязя владимира спустя 500 лет только мы на позже пришли ко христу грузины впереди нас оказались мы эту страну всегда называем благословенный так принято мы когда ездили миссионерской поездки к вам заезжали туда каждый раз на в тур но ладно до свидания всего хорошего ну все все наверно давай включаем стоп нажмите стоп там оказывается пишется с какой именно страны этот человек откуда я это не видел ну так все выключаю да ну так все выключаю да